Девушки отдыхают Умоляю тебя, Розмари, пожалуйста, не надо Не надо Ты опять напился Тайна Бэй-5Б Не ходи, Розмари, я приеду Пожалуйста Кевин Уэйтли в роли сержанта Льюиса Аманда Хилвуд в роли доктора Рассел Привет, Розмари Узнала меня? Ты неблагодарная эгоистичная стерва Если ты думаешь, что можешь уйти Когда тебе вздумается, то ты очень-очень ошибаешься Потому что я этого не хочу, понимаешь? Ты, кажется, решила, что меня можно выбросить Как старую тряпку В фильме снимались Мел Мартин, Мэрион Бэйли, Энди Уайлд, Филипп МакГав Автор сценария Аль Макален Продюсер Крис Берт Надеюсь, ты понимаешь, Розмари, что просто так не отвертится А у меня есть фотографии И твоему мужу они очень понравятся, особенно одна Я не шучу, Розмари, приезжай Приезжай Режиссер Джим Годдард Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Как ей удается так выглядеть? Она же целыми днями копается в кишках покойников Я говорю о нашем медэксперте, Морс Я боюсь ее до чертиков, особенно когда вижу ее не в морге Спасибо, спасибо Надеюсь, дамы и господа, вы не слишком утомились, потому что сейчас мы сыграем для вас весьма быстрые попури Дамы могут приглашать кавалеров Кажется, я не так смел, как Я не знала, что дамы могут приглашать кавалеров Добрый вечер, инспектор Морс Добрый вечер, доктор Рассел Сегодня вы выглядите очень неофициально Я надеюсь, это комплимент Вы пришли с другом? Это мой коллега из больницы, он меня пожалел Сказал, что бау нельзя пропускать Потанцуем, инспектор Вы хорошо танцуете, Морс Удивлены? Да, ведь такая музыка вам не по душе, где вы научились Здесь? Я же учился в Оксфорде Конечно Вы же такой образованный Видите ли, я сегодня на дежурстве, иначе я был бы Более Ноу Каким? Активным Я бы вас сам пригласил В чем дело? Каждый раз, когда мне хорошо, появляется мой сержант А вам сейчас хорошо? У нас убийство, сэр Мы только что узнали Позвонил какой-то парень и сказал, что нам стоит съездить на автостоянку в Эстгейт вместо Бэй-5Б и заглянуть в БМВ Вот и все Вы хоть проверили звонок, или вы зря мне вечер испортили? Полиция уже была там, сэр Жаль Вы хорошо провели время Вы меня спасли от Сирила Дьора А есть кровь, инспектор? Нет Хорошо Это платье стоит целое состояние, не хочу его пачкать Зачем угонщику звонить нам? Ему бы ноги унеси, верно? Он искал сумочку, а нашел труп Нужно понимать психологию преступника Видимо, угонщики люди со странностями Это мистер Во, сэр, охранник стоянки Будьте так добры, расскажите сержанту Льюису о местных порядках, мистер Во Я всегда готов помочь полиции Вот это мы нашли в компьютере, сэр Спасибо за просмотр! Продолжение следует... 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 Простите... Я сказал, не подумав... Мне бы очень хотелось закончить этот танец... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дома есть кто-нибудь? Продолжение следует... 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 Как наковальня. Гиффорд был архитектором весьма успешным. Он спроектировал свой дом в Эмингтоне. Я там был, очень красивый домик. Да. Но слишком напыщенный, как его машина. А что с машиной? Что вы нашли? В бардачке было два фильма порнографических. Да? Надеюсь, нам их смотреть не придется. И ежедневник. Я сам им займусь. И талон на парковку. Привет, Джордж. Только встал? Да. Я вот обошел свой участок. Тяжелая ночь? Ты мало что записал. Я всю ночь за лесой в лесу гонялся. Убийство на стоянке. Что думаешь? Все сходится, верно, сэр? Дата вчерашнее, время 7.15. Стоянка Вестгейт. На талоне указано время 7.12. Он с кем-то встречался. А что на сегодня? Ничего. Правда, он зачем-то обвел число. Наверное, сегодня было что-то намечено. Вернись назад. Посмотри, июнь и июль. Да, тут тоже. 6.20. 7 часов. 7.17. Все на стоянке Вестгейт. А в августе ничего? Точно. Господи, что ты пьешь, Льюис? Минеральную воду. Неужели ты решил стать Яппи? Яппи полицейскими не становится. Нет, врач прописал мне болеутоляющее. Главное, не теряй бдительности. Давай-ка вернемся к записям. Что у него там? С телефонами. Ничего особенного. Врач, дентист, гараж, автоклуб. Один вообще никак не помечен, другой подписан. Камилла. Я правильно прочитал? Все верно. Камилла в кавычках, и сегодняшняя дата обведена в кружок. Неплохо. Не барлимью, конечно, но очень даже. Скажи, вы узнали, что это за номер? Телефон страховой компании Котсвольд, Оксфордского отделения. Интересно. Зачем записывать номер страховой компании? Если бы он был их клиентом, то это бы все объяснило. А он был? Мне сказали, что они о нем даже не слышали. Может быть, он подумывал, не знаю, застраховаться в Котсвольд? Тогда бы он как-то обозначил этот номер. Ну все, хватит болтать. Времени ждет. Поезжай в офис к Гиффорду. Я съезжу к его партнеру. Не постарайся, не подставляй голову. Льюис. На самом деле, я не партнер, я компаньон. Я лишь недавно заговорил с ним о партнерстве. И что он вам на это ответил, сэр? Все знают, что Майкл не любил делиться властью. Вы с мистером Гиффордом встречались в нерабочее время? Нет, наши отношения были строго профессиональными. И о его личной жизни вы ничего не знали? Что ж, иногда он проговаривался. Женщины, развлечения. По мне, так все это несерьезно. Несерьезно? Ну да, после развода. Жена его бросила. Она убежала в Штаты с фотографом. Это случилось пару лет назад. Фотограф, кстати, был так себе. Вы хотите сказать, сэр, что он был в отчаянии? Скорее, он был ошеломлен. Он бы понял, если бы она сбежала с Дэвидом Бейли. Он вам не нравился? Это неважно. Я восхищался его... Его талантом, энергией. Он создал компанию из независимых специалистов. Вроде бы ничего особенного, но для всех это было стимулом. Сам я по натуре консерватор. Все эти нововведения не для меня. Но Майкл в них разбирался. Его будет сложно заменить. Подчиненные никогда не заменят босса, верно? А у меня, как я уже сказал, нет полномочий партнера. Сейчас мы ведем два проекта. Офисный центр на улице Ворсестер и развлекательный комплекс в Интерлейкл. Что вы скажете о мистере Гиффорде, как о боссе? Сержант, он умер. К чему вспоминать плохое? Мы все в шоке. И это истинная правда. Приведи Дженнис. У нее было время, чтобы успокоиться. Дженнис? Секретарша. Она совсем юная, она здесь самая молоденькая. Вы думаете, она сможет нам помочь? Я ничего не думаю, сержант. Я лишь хочу сказать, что мистер Гиффорд был слишком требовательным человеком. Не далее, чем вчера. Вчера? Он ушел рано, в четыре часа. Зато он работал в обеденный перерыв. В четыре? Вы не знаете, куда он поехал? Сказал, что едет в Оксфорд. Дженнис видел его последний. Здравствуйте, Дженнис. Вам нечего бояться, я просто задам вам пару вопросов. Пойдемте прогуляемся. Катаетесь на коньках? Да, я езжу на каток по средам. Мы с женой называем это законным отдыхом. По средам она сидит дома с детьми, а по пятницам дома сижу я, а она уходит на лекции. Каток – место известное и находится прямо напротив Вестгейт. Господи, я ведь был совсем рядом. Что ж, нам осталось разобраться со временем, сэр. Я приезжаю туда к семье, а машину оставляю на парковке у катка. Вы сказали Интерлейкен. Это от мистера Гифорда? Скупая подачка. Прошу прощения. Открытка для прораба. Майкл хотел, чтобы его считали своим парнем. Так он ездил туда не в отпуск, а в командировку? Он совмещал приятное с полезным. Катался на коньках, загорал и следил за строительством. Я бы хотел забрать ее. Прошу вас. Спасибо. И последний, сэр. Вам что-нибудь говорит имя Камилла? Итак, в полчетвертого вы принесли ему чай. Что случилось потом? Он... Ну... Иногда он ругался. Не знаю. Им очень нравилось выставлять людей на посмешище. И вчера произошло именно это? Он сказал, что мои чулки не подходят к туфлям. Сказал, что я должна быть лицом компании, а я больше похожа на клушу. Что-нибудь еще? Нет. Он сказал, что меня уже не исправишь. И еще, что такие клуши ему не нужны. Понятно, почему вы расстроились. Послушайте. Я должен об этом спросить. Был ли мистер Гиффорд для вас чем-то большим, чем просто босс? Мы с ним были. Но недолго. Между нами все давно закончилось. Это ничего... Не значило. Ясно, ясно. Дженни, спрошу вас. Я думаю, мы вас больше не потревожим. Вам не из-за чего расстраиваться, слышите? Пока этого достаточно. Я попрошу кого-нибудь отвезти ее домой. Нет, нет, нет. Не надо никого просить. Я сама. Я такси возьму. Не надо меня отвозить. Тише, Дженнис. Успокойся. Я кое-что вспомнила, сержант Юис. В три часа мистеру к Гиффорду позвонили. Возможно, поэтому он и решил уйти немного пораньше. Вы знаете, кто звонил? Нет. Но голос был женским. И что, сэр? Как он отреагировал на Камиллу? Никак абсолютно. Ты не видел? Радио Таймс. Простите, сэр. А у вас масло есть? Нет. Наблюдаю за юнг-фрау. Фрау не такая уж и юная, но ведь главное – это опыт. Выпивка и еда на высшем уровне. Увидимся 30-го. Пока. МГ. Каким должен быть человек, говорящий о дамах в таком тоне? Может, он просто любил пошутить, сэр? Нет. Он прикидывался бабником, но женщин он презирал. Обидчивый, заносчивый, эгоист. Возможно, недавно бросил подружку. Да. Бедняжка Дженнис, ей не повезло. Похоже, он ее унижал. На глазах у коллег. Я смотрю, ты все-таки что-то нашел. Да, сэр. Сардинку. Сардинку и одну редиску. Молодец. Вот оно. Мечта коллекционера. Камилла, сэр. В кавычках. Что? Ах, да. Да, я с ней встречусь сегодня. Вы поедете один, сэр? Да. Что ж, можно ехать, Льюис. Что-то случилось, сэр? Я купил два билета на оперу. Похоже, они испарились. Два билета? Да. Наверное. Ладно, я их потом поищу. Ладно, я их потом поищу. Вы были у нас? Я оставил инструкции. У нас все в порядке, ведь так? Мы утром всю базу данных перерыли. Убитый парень не был клиентом компании Косволт. Но у него был ваш номер. Что ж, может он собирался нам позвонить? Но он не звонил, мы к нему отношения не имеем. Возможно. Простите, что я не дождался и не встретил вас в офисе. Вы бы сэкономили нам время. Мы хотели поговорить с начальством, а вы менеджер. Да, но мне нужно было вырваться оттуда, успокоиться. У нас утром был дикий скандал. Вам не сказали? Расскажите вы, мистер Мэнли. Вообще-то ерунда. Одна дама вспылила, она потребовала повышения, вспомнила о своих правах. У нас оврал. Нам помимо работы пришлось вашего парня искать. Она вдруг вспомнила об обеде в честь ее дня рождения. Она, видите ли, столик заказала для себя и подружек. Нет, с парнями работать проще. Их хотя бы утихомирить можно. Хлопнул по плечу, угостил кружкой пива и готово. Ведь так? Да. Вот с женщинами так нельзя. И уж точно не с Розмари Хендерсон. Вчера она и ко мне приставала. И вы расслабляетесь на корче? Да, именно здесь. Еще я занимаюсь греблей, бегаю, поддерживаю форму. Спасибо за беседу. Я прошу вас пока не завершать поиски. Передайте это тем, кто уходил на обед. Да, конечно. Это ведь ваш Ягуар, да? Красавец. Знаете, я и сам хотел такую модель, но потом все же купил эстайл. Извините, мистер Мэнли, у нас сегодня очень трудный день. Извините. Удачи. Привет, мы уже заканчиваем. Мы только что перила покрасили, так что осторожней. Черт, побери. Парковочный талон Мы ищем его. Он выглядит вот так. Если что-нибудь найдете, скажите. Брай отдыхает по понедельникам, а я по пятницам. Мы решили, что так нам будет легче выжить в семейном болоте. Ваш муж так и сказал. Мессер Пирс думает, что коньки спасут ему душу, так? Ну, душу вряд ли, для этого ему работы хватает. А на катке он просто расслабляется. Если он выйдет в 6.30, то на катке он будет в 6.45. Да, только талона вы не найдете. Я каждый день выкидываю мелкий мусор из наших машин. Это ведь просто формальность, верно? Это действительно формальность. Это ужасно неудобно. Майкл, он... В последнее время он доставлял Брайану одни неприятности. И до сих пор их доставляет. Почему мистер Пирс не уволился? Гиффорд хорошо платил. Такую работу найти непросто. Но Брайан думал об этом. Ничего, сэр. Никаких талонов. Прошу прощения, миссис Пирс. Вы знакомились с другими конькобежцами. Встречались с ними вне катка, сэр? Может, и встречался? Это допрос? Ромнийские болота, сэр? О, да. Великий Инчболт. Вам нравится? Картина не совсем в его стиле. Видите ли, Инчболт обычно стоит... Да, я знаю, сколько стоит картина Инчболта, сэр. Я знаю места, где цены не так уж кусаются. Мне это все равно не по карману. Хотя я тоже знаю места. Я знаю места. Нужно допросить всех, кто работает на катке. Проверьте доходы Пирса, а также доходы его жены. И установите слежку на всех многоэтажных парковках. Хорошо, сэр. Нет, он не похож на конькобежца, верно? Он же в отвратительной форме. Белый шнур, Льюис. Они везде продаются, сэр. У меня тоже такое есть. Так, теперь нам нужно найти фрау. В этом деле замешана дама. Миссис Пирс. Миссис Пирс – замужняя дама. Прочитай еще раз ежедневник, Льюис. Еще подумай, зачем кому-то покупать восемь превосходных подлинников и одну подделку. Зачем? А где подделка? Ромнейские болота? Если это Инчболт, пускай даже ранний Инчболт. Ты начальник полиции. Миссис Пирс. Розмаре, как поживаешь? Ты дважды шлюха. Я думал, у нас серьезные отношения. ГИФОРД ГИФОРД Я знала Майкла. Бедняга. Но сегодняшнее число ничего не значит. Вы его не ожидали? Нет. Позвольте вас угостить. Спасибо. Могу я... У вас там бутылка Глендач, верно? Возможно. Спасибо. Сейчас Глендач почти не найдешь. Салют. Салют. Как вы познакомились с ГИФОРДом? Как обычно. Прошу прощения, это как? Как знакомиться с проститутками? В каком-то баре, очень дорогом. Я всегда осторожна. С первого взгляда меня всегда принимают за весьма стильную бизнес-леди. Когда это было? В феврале. Он приезжал сюда на конференцию. Тогда я была менее востребована, чем сейчас. Тогда я не могла выбирать. Честно говоря, я плохо знаком. У нас такое... У нас в Оксфорде о таком нечасто услышишь. У вас это смущает? Нет. Нет. Да, инспектор. Да. Я же вижу, что вы меня не одобряете. Какая хорошая девушка. Куда ты, Брайан? Сегодня ты сказку читаешь. Нам абсолютно нечего скрывать. Так почему мы не сказали? А зачем? Это не обязательно. Нет, послушай, Брайан, послушай. Вы с Гиффордом регулярно встречались? Не всегда. С ним бывало много хлопот. Он не один такой. Он требовал, чтобы я проводила все свое время с ним. Все ночи, все выходные. Я ездила с ним в Брайтон. Кажется, в апреле. Отличный отель, деньги, не проблема. Если бы не его эгоизм. Он хотел, чтобы я поехала с ним в Швейцарию. В Интерлейкен в июне? Да. Он оплачивал все расходы. Говорил, что я того стою. Вы поехали? Нет. Он вел себя как настоящий, собственник. К нам так многие относятся. Мне это не нужно. Я занимаюсь этим, потому что мне это нравится. Он не был гигантом, хотя мнил о себе, бог знает что. Как он отреагировал на вас отказ? Я знала многих мужчин. Знала сильных, знала властных. Знавала и таких, кто был благодарен мне за ласку и старался ответить тем же. Вы не ответили на мой вопрос. Ну все, ты попался. Так он ушел тихо? В конце концов, да. Он когда-нибудь говорил о своем прошлом, о жене, о разводе? Вы женаты? Какое это имеет? Нет, не женат. Почему? Я слишком разборчив, нерешителен, ленив, занят. Нерешителен? Да. Ну... Иногда все такие. Я нет. Что ж, мне довольно сложно поверить в то, что вы полностью контролируете свою жизнь, и что вас все устраивает. Вы нерешительны, потому что не знаете, на что вы способны. Если бы вы знали это, вы чувствовали бы себя уверенно с любой женщиной. Так почему вы перестали встречаться с Геффордом? Я же сказала, он надоедал мне своим занудством. Бросьте, занудство не болеет. Вы сами сказали, что достойные клиенты попадаются редко. Если бы вы бросили всех зануд, вы бы обанкротились. Хорошо. Когда я отказалась ехать с ним в Интерлейген, он очень изменился. Вот как? Он угрожал вам? Не совсем. Он писал мне письма. Какие письма? Вы их сохранили? Нет. Почему? Они были слишком ужасны? Я бы так не сказала. Нет, не ужасны. Ну ладно, они были весьма неприятными. Он не смирился с отказом. Он называл меня неблагодарной коровой. Что-нибудь еще? Он прислал мне кассету. Я получила ее по почте. Отвратительно. Ее я тоже выбросила. Мне нужно идти. Подождите. Расскажите мне о ней. О ком? О той, которую вы боитесь. Я могу вам помочь рассказать. В любом случае, все останется между нами. Он был мертв. Точно мертв. Клянусь вам, я нашел его мертвым. Еще бы. Правда. Короче, я выбил заднее стекло, просунул руку. Открыл замок. Хотел забрать радио, честно. В общем, я открыл дверь и увидел покойника. Вот и все. И что вы сделали? Это я позвонил вам. Вы могли убить его. Он ждал кого-то и заснул. Вы его нашли, испугались и задушили. Вы моей маме звонили? Нет. Он ей не звонил. Продолжайте. Что? Зачем вы выбили заднее стекло? Я же вам сказал. Вы могли открыть машину и другим способом. Нет, БМВ по-другому не скроешь. Не мне вам рассказывать про хранные системы. Кто-кто, а вы должны о них знать. Выбери его. Вон, Майлз. С нас хватит. Можешь убираться. Нет, стой. Где ключи? Ты, наверное, давно мечтал раздобыть ключи от БМВ. Не было их там. Я сам удивился. Нашли что-нибудь? Отек сошел, так что выглядит он сейчас получше. Домработница опознала его без труда. Кажется, она его недолюбливала. Не только она. У него есть загар, но только на лице. Да, он катался на коньках в Интерлейкен. А не загорал на пляже. А вы это любите? Что? Время смерти от половины седьмого до половины восьмого. Вы любите загорать? Нет. Он был в форме? Превосходный. Потрясающие мышцы. Нападавший был правшой? Да, и невероятно сильным. Судя по всему, с Гиффордом смог бы справиться далеко не каждый. Не женщина? Нет, вряд ли. Это возможно, но женщины бывают агрессивными, но очень редко. Верно. Спасибо. Иногда я спрашиваю себя, зачем я здесь, почему я не работаю с живыми. В такие дни я мечтаю оказаться на пляже. Очень соблазнительная мысль. Вот как? Иногда я задумываюсь о своей работе, но, согласитесь, мы получаем от этой работы удовольствие. Здесь вы лучше всех. Вы тоже? По крайней мере, я к ней привык. Вообще-то, я хотел спросить... Привезли нового клиента, доктор. Вас просят взглянуть на него как можно скорее. Я поняла. Я сейчас подойду. Я позвоню вам. Да, пожалуйста. Спасибо. Пошли, Львейс. Иду. Понял, какие фильмы любил Гиффорд? Да, сэр. Ему нравились покорные женщины, но актеры играют отвратительно. Не смирился с отказом. Кто это сказал, Камила? Служащие катка Брайана Пирса не вспомнили. Инструктор клянется, что частенько видел его по вечерам в кафе. Ты проверил? Не получилось. У них там большая текучка. А что у него с доходами? Гиффорд платил ему 20 тысяч в год. Иногда он зарабатывал по нескольку тысяч на стороне. Жена получает полторы тысячи в год из семейного фонда. Эти деньги при Рафаэлитов не купишь. Пусть Гиффорда проверят в отделе по борьбе с мошенничеством. Дженнис. Я съездил к ней по адресу, указанному в анкете. Её там не было. Она переехала. Пирс как-то связан с датой, помеченной в ежедневнике. С этой датой может быть связано что угодно. Я вчера из-за этого дела уснуть не мог. Всё думал и думал и думал. У нас тоже есть календарь, и Валерий обводит на нём разные даты. Приём у педиатра, занятия в секциях. Она ведь их помечает, чтобы не забыть? Да. Да, наверное. Но кое-что она не подписывает. Например? Наши дни рождения. Верно. Все и так знают, когда у близких дни рождения. А помечают их, чтобы вовремя открытку отправить. Да. Хотите сказать, что Гейфорд? Да. Да, вчера у его близкого знакомого был день рождения. У кого? Не знаю, насколько они были близки, но одну именинницу он знал. Думай, Ильюис. Мэнли. Сотрудница Мэнли. Верно. Дама, с которой он повздорил. Дама из страховой компании Котсволд. Да, у Гейфорда был их номер, но он был безымянный. А зачем? Он и так знал, чей это номер. Льюис! Как голова? Я уж думаю, вы не спросите. Льюис. Ирия. Льюис. Нет. Нет. Ирия. Льюис. Ней. Я уж думаю. Льюис. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И вы снова тратите на меня время, сержант. Неужели так сложно было сохранить всё в секрете? Да нас с тобой мог увидеть кто угодно. Но не в опере, и не наш сотрудник. Вы не могли бы рассказать всё с самого начала, сэр? Конечно. Мы обожаем оперу. Мы с Эмми. Возможно, мне стоит упомянуть о том, что моя жена умерла. А Эмми в разводе. Нас все судачат. Господи, ну почему в этой конторе никто не верит в то, что мы просто друзья? Менеджер и секретарша? То есть в среду вечером вы были в опере? Мы слушали «Кавалер Рос». Я хочу добавить, что Эдвард, мистер Мэнли, превращает походы в оперу в праздник для моей дочки. Она инвалид, у неё мало радостей. Ну что-то имя. Полагаю, вас это заинтересует, сэр. Вы оставили машину в Сент-Гайлз, сэр. Примерно в 6.55. Вы встретились с миссис Моррис и её дочерью Вапполло. Потом мы посидели в баре театра. Когда вы сели на места? Примерно в 7.15. Чудесные места. В портере. Я составила список дней рождения сотрудников. Спасибо, Горя. Прошёл список наших именинников. Прошёлiga. Прошёл Rifle. Прошёл. Прошёл fifteen. Давайте. Прошёл к Ирина. Прошёл IV, чё. Но прихожу из теплая, В июне всего два дня рождения. У Мэриэн Доббинс и Розмари Хендерсон. Это имеет значение? Которая из них именинница, мистер Менли? Я не понимаю вас. У кого вчера был день рождения? У Розмари. Она опять права качала. Вы знаете, куда она ездила в отпуск? Не знаю. Кажется, на юг Франции. В Швейцарию. Интерлейкин. Ты не помнишь? Шикарный отель с потрясающей хрустящей. Стальной люстрой. Хотел бы поговорить с ней. Розмари никогда нет на месте, когда она нужна. У нее какие-то дела в банке с Уиндене. Восемь и направо. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Меняем направление. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Она часто бывает здесь? Она есть в списках постоянных клиентов. Платит 250 фунтов в год. Может заниматься здесь, когда захочет. В основном по средам, после встречи с Гиффордом на стоянке Вестгейт. Да. В августе этот клуб был закрыт, вроде как на ремонт. В августе у Гиффорда встреч тоже не было. Вы часто пьете спиртное перед занятиями в клубе? Редко. Никогда. Насчет среды я вам уже объяснила? Объясните еще раз. У меня был ужасный день. Скандал на работе. Хотя вы это уже знаете. Мне хотелось выговориться, а некому. Мой муж слишком... В общем, он думает только о работе. Вы припарковались в Глостер Грин. Вам выдали талон. У вас он есть? Да, наверное. Но я не знаю, где он. Если в Глостер Грин вы были в 6.45, в 7.20 вы еще были там, а в 7.45 поехали домой, то вы бы просто не смогли подняться на пятый уровень Вестгейт. А что если раньше? Раньше? Надеюсь, вы понимаете, миссис Хендерсон, что чем раньше вы все расскажете, тем лучше это будет для всех. Как я могу рассказать все? Я замужем. Мы с Майклом... У нас был курортный роман, если это можно так назвать. В моем возрасте это глупо, да? Нет. Вы сказали, что познакомились с Гиффордом Винтерлейкен. Да. Это было чудесно. Поймите, мы были в Альпах. Отель был таким шикарным. Он сказал, что он из Аббингтона. Я сказала, что... В общем, это совпадение. Вы были одни? Да, муж ненавидит самолеты, а я... Я просто хотела уехать. Вернувшись, вы продолжили встречаться? Да, иногда... Регулярно, я прав? У Гиффорда на каждую среду намечена встреча. Я не удивлюсь, если у него был кто-то еще. Нет. Нет, я его бросила. Глупая ситуация. И мне не нравилось, что я изменяю мужа. Он тогда болел. Где еще вы встречались с Гиффордом, кроме Вестгайд? Нигде. Правда, нигде. Все, что он мог мне предложить... Несколько минут в его машине на многоэтажной стоянке. И я... Что ж... Я была согласна. Но потом я пришла в себя. Когда была последняя встреча? Две недели назад. Бармен сказал, что в среду вечером миссис Хендерсон слушала вместе с ним Би-Би-Си. Выпила одну порцию виски. Последняя. Гиффорд хоть раз угрожал вам? Нет. Оскорбительных писем не присылал? Нет, ничего подобного. Я же вам говорила. Да, и еще... Миссис Хендерсон, мне нужен образец вашего почерка. Конечно. Подойдет? Спасибо. До свидания. До свидания. Образец почерка? Она левша. Да. Убийца правша. Она ни при чем. В 7.12 Гиффорд был еще жив, он только-только въехал на стоянку. Все чисто, да? Что будем делать, сэр? Поедем к мужу или оставим их в покое? Его пока трогать не будем. Узнай, что он за человек. Ты запер дверь в кабинет. Я вернулась из школы, а у тебя уже не было дверь. Весь день была заперта. Я привез модель дома Энерслей. Она хрупкая, я не хочу, чтобы ее дети разбили. Брайан, ты мне не веришь? Давай ключ. Дим требует золотые чернила. У нее проект по средневековью. Потом. Что значит потом? Брайан, что происходит? Вам тут кое-что передали. Мы пришли, а он под дверью лежит. Слишком рано для почты. Простите, что разбудили. Ничего, я даже рада. Джордж еще не вернулся. Соседи тоже не скоро встанут. Сегодня суббота. Так что никто ничего не увидит. Смотрите, сержант. Ну вот. Все очень быстро. Ваше алиби, миссис Хендерсон. Что? Стоянка Глостер Грин, среда, 28 сентября, 6 часов 49 минут. Надо же, вы его нашли. Обычно я их просто окомкаю и выбрасываю. Что ж, мы уезжаем, парни. Спасибо. Я заберу их, так что ваша репутация не пострадает. Облегчение? Наверное. Она... Да, она гораздо интереснее, чем Брайан Пирс. Да, здесь инспектор Гроссмит из экономического отдела. Да, насколько я понял, много чего выяснил. Весьма любопытно. Нет. Нет, мы еще не узнали адрес бедняжки Дженнис Льюис. Ладно. Да, конечно. Наши люди только ее и ищут. Пока. Итак, Пирс у него воровал. И сколько? 15-20 тысяч в год на протяжении последних пяти лет. Очень грамотно воровал. Он использовал материалы, приобретенные Гиффордом, для подработки и требовал за них деньги с клиентов. Думаете, Гиффорд смог бы его подловить? Может, он знал об этом? Может, он хотел иметь компромат на Пирса на всякий случай? Билл Гроссмит до сих пор пытается разобраться. Он думает, что Гиффорд сам был нечист на руку. Он не платил налоги. Значит, Пирс наш главный подозреваемый. Да, но... Я бы хотел, чтобы ты попросил карту Хендерсона у нашего доктора. Как скажете, шер. Я с радостью мы ищу доктора Рассел. По-моему, похищать записи коллеги – это нехорошо, инспектор. У нас нет времени на официальное разрешение. Так, Хендерсон болен? Острая печеночная недостаточность не лечится. Причина? Пьянство? Мы не первый год и рассуждаем о вреде алкоголизма. Доказано, что он вызывает рак печени. То есть он не жилец? Шесть-девять месяцев. Ему бы не хватило сил задушить Гиффорда? Может, и хватило бы. Что-нибудь еще? Побочные эффекты? Да, возможно, он импотент. Вот как. И как же с этим мирится его жена? Это все, спасибо. Удачных вам выходных. Не за что. Обычно я по субботам хожу по магазинам и обедаю в белой лошади, так что... Я не оставлю ее в покое. С какой стати я буду делать поблажки этой Розмари Хендерсон? Дело пока не закрыто. Поедем к Хендерсону, сэр? Да. Но, послушайте, может, сначала съездим к пирсу? Нет, пирс подождет. Едем в Айтамский лес. Айтамский лес. Айтамский лес. Айтамский лес. Айтамский лес. Я тут подумал, вам обязательно делать это вручную? Да нет, просто ни один автомат тут не выдержит. Это входит в ваши обязанности? Вы ведь лесник? Это не обязанность. Я поддерживаю форму. Убили человека, мистер Хендерсон, на стоянке в Эстгейт в среду вечером. Об этом писали в газетах. Убит мистер Майкл Гиффорд. Он был другом вашей жены. Вы знали об этом? Нет. Мы уже спрашивали ее, что она делала в среду. В среду она ходит в спортклуб. Как они познакомились? По-моему, вам лучше спросить это у нее. А где были в среду вы, мистер Хендерсон? А я-то зачем вам понадобился? Я его не знал. Нам нужна информация. Я был здесь. Вы здесь живете? Вроде того. Две недели? Нам привезли барсуков. Им нужно время, чтобы пообвыкнуть, устроиться на новом месте. А еще лисичку. Я не хотел их бросать. У вас нет сменщиков? Неужели вы все делаете сами? Мне здесь нравится. Можете прочитать мой журнал. Прошу прощения, сэр. Но кто-то должен подтвердить, что вы были здесь. В журнале можно написать все, что угодно. Это не доказательство. Доказательство? Чего? Самоубийство? Похоже, он сломался. Сэр. Сэр. Не знаю, что на него нашло. Все было прекрасно. Нет, правда. Честно говоря, мне кажется, что произошел несчастный случай. На вашем месте я бы так не думал, миссис Пирс. Конечно, будет расследование. Вас ожидают неприятные откровения. Неприятные? Сегодня мы завершили проверку счетов мистера Гифорда. Так вы знаете? Знаем. Про Брайана, про... В общем, вы найдете несоответствие. Уже нашли. Брайан брал лишь то, что было его по праву. Он исполнял обязанности партнера, и он хотел, чтобы зарплата у него была соответствующей. А Майкл... Он... Вы его не знали, он играл в сложные игры. А если бы мистер Гифорд узнал? Он был не в том положении, чтобы угрожать нам. Взаимный шантаж. Я... думал об этом. Я была против шантажа. У нас были большие планы. Коллекция картин стоит немало. Продав их, мы возместили бы все, что Брайан взял у Майкла, и еще остались бы выигрыши. Это преступление, миссис Пирс. Несмотря ни на что, это преступление. Брайан, он был настоящим. Мы были настоящей силой, настоящей семьей. Все шло отлично. Он прекрасно разбирался в картинах. Вы заметили, что трех картин не хватает. Не понимаю, почему мы все время пытаемся усложнить жизнь. Гифорд его прижал, он убил Гифорда. Мы его прижали, он покончил с собой. Если бы дело дошло до суда, то Пирс был бы опозорен, он бы этого не пережил. И его жена тоже. Если бы дело дошло до суда, мистеру Пирсу, понадобилось бы алиби. Железное алиби. На катке его никто не помнит, но это не значит, что его там не было, сэр. Вот как? Думаешь, Пирс правда катался на коньках? Нет, нет. Мне нужно подумать и еще раз поговорить с Хендерсоном. Еще увидимся, Льюис. Хотите, я позвоню вместе с Хендерсоном? Да, конечно. Привет, это Джордж Хендерсон. Послушай, мне нужно с кем-нибудь поговорить. И... Ты... Насчет моей жены... Да. Полиция уже была здесь. Она как-то связана с убийством Вестгейт. Не знаю, но мне кажется... Мне страшно. Я им не сказал, но... Я точно знаю, что в среду вечером она была в Вестгейт. Я видел, как она приехала туда в полседьмого. Ты... Мог бы... Может быть, нам... Встретиться? Может быть, я успокоюсь? Нет, домой я не поеду. Я буду здесь. Да, в хижине. Да, мне подходит. Пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Привет. Я надеялся, что застану вас здесь. А я надеялась, что вы меня найдете. Хотя я немного боялась, что вы все же решите не приходить. Меня задержали. Пирс покончил с собой. Точно. Бедный мистер Пирс. Его привезли в морг, когда я уходить собралась. Неужели здесь везде так шумно? Да. Спасибо, сержант Пирюис. Мой муж? Что ж, я... Нет, конечно, я понимаю, зачем вы ему сказали, но вы ведь понимаете мое положение. Я знала, но... Это ни к чему бы не привело. Так что, возможно, вы поднимаете шумиху... На пустом месте. Да. Что ж... Значит, спасибо инспектору Мурсу. До свидания. Вы не будете есть? Вот моя пища. Как врач, я могла бы с этим поспорить. Но вы ведь меня не послушаете. Мы-то мы еще посмотрим. Мне нравится беседовать с вами. Так почему мы не беседуем чаще? Не знаю. Наверное, работа мешает. Я сам себе мешаю. У меня и есть работа. У меня и есть работа. Пустите, я хочу выпить еще. На сегодня с вас хватит. Отвали, я не уйду. Пошла вон. Убирайся. Отпусти меня. Простите, мне ужасно неловко, но вы меня извините, я вам позвоню. Я нашла это после нашего разговора, сержант Льюис. Все это так странно. Жаль, что вы не рассказали нам об этом на допросе. Мне тоже жаль. Давайте обо всем по порядку. Я хотела отнести его вещи в химчистку. Он снова уехал в лес, но я нашла грязные вещи. Он приезжал, когда я была на работе. Но почему... Почему он вас избегает? Вам неуютно вместе. И я... Нет. Нет, я... Все это из-за... Я не хотела говорить. Все это из-за выпивки. Он был... Он давно не пил. После лечения все шло прекрасно. Но я так думаю, что, обнаружив бутылку, он просто не смог удержаться. Минуточку. Вы сказали, что Гиффорд прислал письмо и пленку? Да. Ужасно. Я хотела отдать их вам, но не смогла. Не смогла. Майкл писал ужасные вещи. В конце концов, я бы их отдала. Поэтому я их и сохранила. Они были здесь? Да. Я спрятала их в бельевом шкафу. За полотенцами. Джордж туда бы не полез. На этот раз он туда залез и нашел ваш тайник. Это было в коробке? Да. Он мог узнать об этом раньше? Не знаю. Когда вы в последний раз проверяли ваш тайник, миссис Хендерсон? Две недели назад. А после убийства Гиффорда? Нет. Нет, мне было противно. Я не хотела знать. Мне было страшно. Мне до сих пор страшно. Я не могу. 25 тысяч фунтов в бумажном пакете? Они у неё по всей квартире валяются. Пирс получил столько денег за три картины? За две. Ромнинские болота стоят гроши. Нужно обзвонить галереи? Миссис Пирс, наверное, потребует вернуть ей деньги. Я думаю, он это предусмотрел. Дженнис получила в подарок неизвестно от кого 25 тысяч фунтов. Мы можем доказать, что подарил их Пирс. Но забрать у неё эти деньги мы уже не сможем. А что с подделкой? С болотами. Подумай сам. Пирс всегда действовал очень аккуратно. Однажды он вернулся домой с очаровательным пейзажем. Своим он сказал, что это ранний инчболт. Ясно. Он принёс домой подделку. Но этого никто не заметил. Ведь это он, знаток искусства. А что он сделал с деньгами? Обеспечил Дженнис средствами, чтобы она больше не зависела от капризов Гиффорда. Снял квартирку неподалёку от катка, где они встречались по средам. Они любили друг друга? Он точно её любил. Она всё твердила, каким он был добрым и милым. Так я и думал. Бедняжка Дженнис. Она горевала по Гиффорду. Это стало для Пирса последней каплей. У нас проблема. Для тебя это расплюнуть, Льюис. Но, сэр, ведь Пирс... В день своей смерти Гиффорд наорал на Дженнис, так? Да. А ещё он мог в любой момент подать на Пирса в суд. У Пирса было полно мотивов. Тогда что мы делаем здесь? И зачем вы заставили меня убрать заграждение? Так надо, Льюис. Ну, зачем тогда он продал подделку? Зачем? Дома, Льюис. Он не хотел, чтобы кто-то узнал, что это подделка. Его жена бы этого не пережила. У него совесть проснулась. Это он, сэр. Кто? Я видел этот формул у дома Гиффорда в ту ночь, когда мне дали по голове. Я успел заметить вот этот самый символ. Он мог узнать адрес Гиффорда из писем. Беда, сэр. Или он опять напился? Одного ружья не хватает. Он неизлечимо болен. Вопрос, лишит ли он наследство жену из-за интрижки с Гиффордом? У него есть родственники? Никого. Предположим, что он убил Гиффорда. Что ему за это будет? Он может даже не дожить до суда. Вам стоит взглянуть на это, сэр. Потом. Добрый вечер, миссис Хендерсон. Боже мой, инспектор. Что случилось? Не знаю. А что могло случиться? После ухода сержанта я пыталась дозвониться Джорджу. Я почти не сомневаюсь, что он ушел в запой. Он включил автоответчик и не подходил к телефону. Может быть, наблюдал за зверями? Посмотрите в его журнале. Нет, тут ничего не отмечено. У меня предчувствие... Я внимательно выслушаю вас через минуту. Сержанту Льюису пора ехать. Ему нужно кое-что выяснить по делу Гиффорда. Спасибо, Льюис. Не за что, сэр. До встречи. Извините. Как вы справились с заграждением, миссис Хендерсон? Что? Ах, да. Джордж мне все объяснил. Там есть специальная кнопка. Интересно, куда он делся. Он такой неуравновешенный. Из-за пьянства или из-за своей болезни? Он болен из-за пьянства. Сам виноват. Его сто раз предупреждали. Что ж, выпивка удовлетворяет потребности. Мои потребности. Джордж удовлетворить не смог. Если это все, инспектор, то я бы хотела поехать домой. Не хотелось бы возвращаться ночью. Не смею вас задерживать. Хотите, я вас подвезу? Спасибо. Я дождусь вашего мужа. Вы сообщите мне, если с ним что-то случилось. Конечно, но поиски я смогу организовать только утром. Боже, его бумажник. Как обычно, двери открыты, сюда может войти любой. Я, наверное... И ключи от машины. Я их заберу. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, Льюис. Я опять подвёл вас, да, сэр? Лично я так не думаю, Льюис. Талон у тебя с собой? Талон у тебя с собой? Вчера я целый час ждал её у дома, пока до меня не дошло, что она туда уже не приедет. Не знаю, она... Ну... В общем, она кому-то звонила из будки возле библиотеки. Талон, Льюис. Ах, да. Какое на нём время? 9.30, шер. А на моём 9.45. А теперь вернись к машине. И положи талон на панель. Так... Предположим, я хочу задушить тебя. Да. Теперь я забираю твой талон и ключи. Запираю машину и исчезаю. Но я могу отдать талон и ключи другому человеку. Другому? Да, он должен был приехать в Эст-Гейт. На его талоне будет более позднее время. Он положит свой талон в машину, заберёт твой талон и уедет. И глупый инспектор решит, что тебя убили после 9.45. То есть... Геффорды могли убить до 6.45. И, возможно, в 7.12 он уже был мёртв. К точку. Они придумали для себя превосходное алиби. А ведь в среду днём Геффорду звонила какая-то дама. Пошли. Раз, два. Есть, сэр. Доброе утро, миссис Моррис. Сержант Льюис. Это ваша дочка, верно? Да, это Лиза. Привет. Здрасьте. Это инспектор Моррис. Пикник для всех сотрудников? Да, видите ли, мы не могли не прийти. Мы болеем за нашу команду. Эдвард так долго их тренировал. А что, что-то случилось? Эдвард, да. Мэнли? Помнишь, мы вчера видели в лесу бегуна? Мэнли! Мы с Лизой делаем бутерброды. Нужно накормить наших спортсменов. Вы здесь по работе? И много здесь ваших коллег собралось? Порядочно. Я не вижу миссис Хендерсон. Верно. Они с Эдвардом поздорили. Да, он сказал. Извините, я вас покину. В чем дело, инспектор? Следствие продолжается, сэр. Не нравится мне это, сэр. Если полицейский вежлив, значит, ты в беде. Мэнли, мы пересмотрели свои выводы по поводу времени смерти Майкла Гиффорда. Все переносится на полчаса назад. Что вы делали до того, как встретились в опере с миссис Моррис и ее дочерью? В 6.25 я выехал из дома и поехал в театр. Вас кто-нибудь видел? Не знаю. Кажется, я заскочил куда-то перекусить. Да. 4.45, как вы сами сказали. За два старшихся часа могло произойти что угодно. ПЕРЕМА Красивая женщина, верно? Розмари? Я знаю ее с менее привлекательной стороны Гиффорд думал так же Он давил на нее Муж не перенес бы ее ухода Кофе, инс, Гектор? Попозже Алиби Хендерсона мы, скажем так, проверили Теперь нам нужно перепроверить алиби всех остальных подозреваемых Да, я понимаю Тогда скажите мне, что вы вчера делали в Уайтамском лесу? Простите Вас опознали два независимых свидетеля Спортивный костюм синего цвета Вы ведь любите бегать, сэр? Прошу прощения, но вчера я до полуночи просидел с парнями в баре С которого часа? Я приехал как раз к началу матча Превосходная машина, сэр Да У вас все равно лучше Ключи у вас? Конечно, я ведь на ней приехал Покажите Эми? Эми, дай мне ключи А запасные ключи у вас есть? Да, конечно Они, наверное, у вас дома Нет, как ни странно, они у меня с собой Кто хочет пирожные? Домашние Давайте Я не понимаю Идите сюда, сэр Что? К моей машине Кофе больше не будет Кто хочет кофе? Хотите? Да, пожалуйста Сейчас Спасибо Не за что Ну, говорите Не тяните Вчера в спешке вы забыли ключи от машины в хижине Джорджа Хендерсона Вы поняли это, когда бежали к машине Но вы увидели нас, поэтому вы побежали домой Однако по пути вы позвонили своей сообщнице Сообщница? И она приехала за ключами Я знала, что этим кончится Вы ведь не заставите меня его опознавать Меня ничего не стоит разжалобить, это правда Мне позвонил Хендерсон и сказал, что Розмари Он знал, что она связана с убийством Гиффорда Он хотел поговорить со мной, он чего-то боялся Я как раз собирался на пробежку А Уайт Эмскелес подходит для этого как нельзя лучше Я сказал, что забегу к нему в домик И? Ничего Он был пьян, и я сразу же ушел Если вам нужен убийца, считайте, что вы его нашли Это Джордж Кстати, он мертв, вероятно, покончил с собой С другой стороны, его могли убить Возможно, у него был гость Они из-за чего-то повздорили, завязалась драка Гость схватил ружье И выстрелил ему в голову Нет, нет, нет Это не я, нет Вам любой скажет, что я не такой Это произошло случайно Вы правы, мы действительно подрались Я его уложил, он был пьян, это было несложно Не знаю, что на него нашло, но он погнался за мной Вопя на весь лес он набросился на меня Видимо, он случайно нажал на курок Миссис Хендерсон забрала мои ключи Я подменил их, пока она читала журнал Вы подобрали их чуть позже у Саммертаунской библиотеки Спасибо, мистер Мэнли Миссис Хендерсон и Мэнли? Они переиграли Взаимная неприязнь Идеальное алиби А на самом деле У них был роман Ну и кашу они заварили Тебя тоже арестовали? Все кончено, любимая Все было напрасно Зря ты связалась с Гиффордом Вентерлэйкен Но я хочу, чтобы ты знала, что я никогда в жизни не был так счастливым Никогда Надеюсь, вы понимаете, инспектор, что этот человек превратил мою жизнь в ад Он же подставил меня Все знают, что он меня ненавидит Это не секрет Мы поговорим, когда я буду готов, миссис Хендерсон На такую музыку у вас нет времени, верно? У меня есть время для Вагнера Да, но танцевать под него сложно Вы обещали мне танец Я не забыла Правда? Правда? Может быть, попробуем Станцевать под Лоэн Грина? Нет 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 Лучше уж под Парсифаля Раз уж мы идем на оперу Знаете, мы Не идем Не идем Простите, но Откуда они у вас? Увы, я не могу сказать, что мне их подарил благодарный пациент Но как? Я целыми днями названивала в театральную кассу Потом я оторвала своего помощника от работы и велела съездить за ними в театр А потом... Вы чудо Значит, Парсифаль Глазам своим не верю Вы что-то нашли? Мои билеты Парсифаль Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok